Всем привет, друзья! Сегодня будем дегустировать лагеря по лицензии, которые варятся у нас. Конкретно Loving Brow и Lapping Kult. Loving Brow я много раз пробовал. Хорошее пиво, я так предварительно говорю, потому что достаточно давно его, так сказать, не передегустировал, поэтому могу ошибаться. Плюс вкусы, как всегда, меняются. А Lapping Kult это, насколько я знаю, финское или как, финляндское пиво. Я его никогда не пробовал. Вообще производители у нас это МПК, это InBiof и FES. Алкоголь тоже, кстати, прилично отличается. Здесь, по-моему, 5,4, а здесь 4,5. То есть достаточно много для лагеря. Ну и в концовочке проверим вот такую вот рыбку. Называется «Рыба и соль». Рыба и соль. Вот. Просто купил ее в «Пятерочке». Что-то около плотвачки. Платвичка, ну там, наверное, в целом по месту идет. Пачка, то есть здесь и там. Вот эта пачка, что-то около 120 рублей по пиву. Ну, «Левен Браво» это около, чуть меньше полтинчика по скидочке примерно идет. Lapping Kult примерно так же. То есть около полтинника, что то, что другое. И мне рыбку интересно попробовать. Но чистить я не буду, конечно. Плавнички проверим. Чем мне оно заинтересовало? Тем, что написано, что оно хранится достаточно долго. Вот. И температура хранения от 0 до плюс 20 градусов. 5 месяцев хранится. Вот в такой вот обычной упаковке. Меня как бы эта тема заинтересовала. Моя произведена 17 февраля. Вот. Проверять будем, как она сейчас там показывает эта рыбка. Специально взял две крупных. Ну, во-первых, это интереснее, потому что крупная рыба, в принципе, портится быстрее, чем мелкая. Мелкая будет скорее немножко подсыхать изначально, наверное. Ну, и только в области брюшной полости начнет так немножко подытываться. А крупная она будет, ну, более ярко это выражено. Потому что чистить ее, ну, в кадре, наверное, не надо. Если как бы хотите ролик, что я чистил рыбу в кадре, можете написать, в принципе. Могу почистить, никаких проблем нет. Просто ролик уже был, как я разделал в облачку, чистил. В принципе, как я это делаю, показывал. Ссылочку, наверное, оставил. Ролик, кстати, мало людей посмотрел. Хотя, как по мне, ролик, ну, нормальный. Ну, это один из первых роликов был на канале. Может, там, какой-то десятый или что-то в этом роде. Мало людей, почему? Ну, понятно, почему мало людей. Потому что тогда, в принципе, было мало людей. И, видимо, по поиску он никак не находится. Вот, я ссылочку оставлю. Но, если целом вам это интересно, могу сделать это еще раз. Это в этом нет ничего сложного. Ну, сегодня просто так плавнички посмотрим. Что там, как вкус у них. Здесь вроде все отрывается. Я, насколько понимаю, здесь есть линии надрыва, как бы. И такая, знаете, штука, вот как пакет, да, допустим. То есть, можно его, так сказать, ограничить доступ к воздуху. Ну, я не знаю, в любом случае это не вакуум. Как, знаете, вот когда я вижу там в той же пятерочке, когда продается там вобла, в вакуумной такой упаковке, я как бы понимаю, почему она хранится. Ну, вот, неужели можно так хранить рыбу там при 20 градусах 5 месяцев? Интересно. Мне вот интересно самому проверить, поэтому я как бы эту тему взял. Собственно, вот. Ну, давайте, ребят, приходить к пиву. Сначала продегустируем пиво просто, потом посмотрим, что там рыбка. Ну, и, возможно, интересно будет посмотреть, изменит она, как бы, восприятие пива или нет. Давайте, ребят, начинать. Давайте слабый пульт, потому что Лерен Брау все-таки я знаю. Пиво от МПК, в принципе, я ожидаю, ну, как минимум, там, нормальное пиво, какое-нибудь обычное. То есть, в принципе, лагеры, лагеры должны быть нормальные. Ничего плохого быть у них не должно. Ну, вообще, я, кстати, слышал мнение такое, что в Финляндии вообще хреновое пиво, хреновый алкоголь. Я, насколько знаю, у меня нет зрителей из Финляндии, но, может, кто-нибудь был в Финляндии, напишите, кто пил там пиво. Чего там вообще с алкогольным? Нормальное там пиво или так себе? Или вообще там гадость какая-нибудь? Ну, у нас рубрика лагеря по лицензии, поэтому у нас в Финляндии пиво имеет отношение только названием бренда. Потому что все пиво вводится у нас, вода наша, соответственно, продукты все, я думаю, тоже наши. Думаю, импортного там нету в производстве. Солодовый запах. В принципе, пена такая небольшая присутствует. Цвет такой, ну, слабо золотистый, достаточно такой типичный для лагеря. По-моему, ой, ой, какая-то такая... А составы, кстати, не стал зачитывать, потому что они стандартные, то есть хмель, ячменный солод, вода. Чего-то какая-то прям... Неприятная, ребят, составляющая есть. Сейчас золоток еще, конечно, сделаю. Ой, нет. Ой, нет. Вроде сначала пьется, ну, такой, знаете, самый максимально простой солодовый лагер. А потом он сваливается в какую-то неприятную, такую кислую, ну, подкисленную такую какую-то субстанцию. Я это очень не люблю. И вода какая-то становится неприятной. Нет, нет, нет. Пиво плохое. Вот прям плохое. Сейчас дату посмотрю, потому что у меня бывает, я покупаю пиво, но пока оно ждет, так сказать, свое времени, пока я начну записывать ролик, она может у меня простоять там пару месяцев, например. Ну, я соблюдаю условия хранения, то есть у меня оно сейчас всегда стоит в темном помещении, да. Если надо в холодильнике, если не надо, стоит просто, как бы в обычном помещении, допрашивая, ну, обычная комнатная температура, так сказать. Нет, тут оно в конце этого октября, 27 октября варка. Вот. Это что-то хреновое пиво, вообще не понравилось. Давайте Левен Браун, он-то нас не подведет. Кстати, мне тут один человек написал, попробуй пиво Лев Броу. Лев Броу. Это вот это вот и есть пиво Левен Браун? Я потому что погуглил вроде как Лев Броу, что это, мне вот это выдают. Но я как бы особо не вникал в ситуацию, я думал, что правильно. Блин, что ну так это, что? Я думал, что правильно это. Что-то все не очень хорошо получается, молод. Я подумал, что это вот это пиво. Но я как бы особо там мощно ничего не гуглил, там просто Лев Броу, что-то там хоп-хоп, вот это пиво выскочило. А тут почитал на банке, ну как говорится, как правильно читать. Здесь написано Левен Брау. То есть вроде как Лев Броу, это что-то другое. Ну, не знаю, ладно, давайте, ребят, уберусь. Ну вот я сам просто не люблю вот это все, поэтому давайте мини-пау. Собственно, все мусор убран и можно приступать к дегустации. Запах солодовый, приятный. Давайте сделаем глоточек. Хороший, приятный пивасик. Небольшая, даже хмедевая такая составляющая имеется. Что я, допустим, люблю и имею по приколу это пиво, мне оно понравилось. Собственно, я его пью не первый раз, поэтому как бы впечатления у меня о нем... Ну, достаточно хорошие были и раньше, и сейчас, в принципе, остаются. То есть это нормально, хорошее пивко там по скидке его там купить там за 45, за 50 рублей. И что-то в этой роге, в этом роге вполне себе нормально. Давайте, в общем, попробуем рыбку. У меня всегда вот, мне нравится, когда в роликах, где я беру что-то из закусок, есть какое-нибудь хреновое пиво, которое мне не нравится вот изначально, пока нет закусок. Ну, понятно, да, почему? Потому что закуска всегда меняет вкус пива. Причем не важно, какое это пиво. Практически не важно. Или даже, может, вообще не важно. Я просто, вот когда пиво там имеет яркую какую-нибудь горькую, да, составляющую, типа там ипашек, да, вот, хороших вот ипашек, которых там большое я пью, вот там я как бы, мне рыбу скорее неприятно под них есть, потому что она гасит вкус рыбы. Но я как бы особо не исследовал, да, этот вопрос, как бы, чтобы там быть, так сказать, на 100% уверен. Поэтому я скажу, что я знаю точно, что рыба периодически красит плохое пиво в достаточно интересную краску. Поэтому давайте немножко попробуем пиво, ой, рыбку нашу откроем. Это плотва, как тут написано? Я помню, в детстве ловил часто плотву на речке. Здесь она, правда, такая крупненькая, но запах такой, знаете, обычный такой рыбный, такой запах. Как будто рыбка вот только-только вырвалась откуда-то из-за перти на волю. Ничего необычного. Посмотрим, плавнички. Да, в принципе, вроде нормальная такая рыба, по общим впечатлениям. Так, ну что, давайте сейчас глоточку лового бровода сделаем еще. Это пиво само по себе неплохо. Но пьется хорошо. В нем есть небольшая такая маленькая горчиночка кмелевая. Абсолютно приятная вода, абсолютно приятный вот напиток. Ну и давайте попробуем плавнички наши. Запах нормальный. Такой немножко. Кого-то действительно, это, так сказать, не первой свежести, хотел сказать. Но думаю, что не все меня правильно поймут. Ну, то есть, под не первой свежести я понимаю не то, что этот продукт уже потухает или протухает. А то, что это... Вы же знаете, что вы, допустим, можете купить одну и ту же рыбу, когда она будет более жирная, более такая влажная и более сухая, то есть, когда она полежит. Ну, вот это скорее вот продукт тот, который немножко полежал. Вот, примерно такой запах, а не то, что она там какой-то тухлости, ничего здесь такого нет. Достаточно, в принципе, прикольно, приятно. Я, как бы, за кадром все это дело буду разделывать. И когда ролик выложу, если мне... Я что-то увидел в этой рыбе плохой, я обязательно пишу, как бы, и закреплю первый комментарий. Поэтому, как бы, в любом случае, мои впечатления в целом о рыбе вы, как бы, увидите. А еще один, давайте. Попробую. Не, вполне нормальная рыба, ничего не могу сказать плохого. Надо, в общем, ее чистить, есть и проверять. Так, ну, рыбы, на самом деле, мало, конечно, съел. Если бы побольше, немножко больше времени, просто там, наверное, восприятие все же изменилось, то, в любом случае, считаю, справедливым дать лаппинкульту второй, так сказать, шанс. Поэтому давайте лаппинкульту еще раз попробуем. Ну, кстати, она, знаете, не знаю, постояла или не постояла. Она пахнет максимально близко, вот, просто к обычному запаху воды, то есть, примерно, что-то такое. То есть, если вы понюхаете, просто, ну, обычно воду, не фильтрованная никакой, она будет пахнуть близко к этому достаточно. Ну, да. Немножко, вот, сглазились, сглазились углы, вот, в целом, по процессу, пока вы пьете. Ну, в конце какое-то, вот, неприятное такое, вот, послевкусие, вот, накатывает. Ой, ну, не знаю. Мне, для меня это пиво, все, я на нем, можно сказать, поставил крест. Это плохое пиво. А Левин Брау вполне себе неплохо. И под закуску, думаю, станет только лучше. То есть, он явно, на мой взгляд, не станет хуже. Но и он вполне себе неплохо даже просто такого пить. Считаю себя очень хорошим лагером. Хотя, наверное, очень хорошим я все-таки не считаю. Потому что для меня, допустим, у него маловато горчинки, маловато хмеля. Но просто хорошим лагером, там, наряду, там, с тем же Хайникиным, вполне. Почему нет? Вполне нормальное пиво, с удовольствием возьмем его под рыбку. Просто так пить, да, нет. Но потому что не хватает вкуса, не хватает какой-то насыщенности, не хватает много всего. Под рыбку, под сухарики, с удовольствием возьму, там, по скидке. Что будет по скидке, то и возьму, как всегда. В общем, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что вы думаете об этом пиве, пробовали ли вы эту рыбку, что думаете о технологии вот этой хранения. Может, вам понравилось что-то неудачное, какие-то там, может, тухлые или что-то такое, экземпляры. И всего доброго, до новых встреч, пока!